Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим учебную партию шестого чемпиона мира Михаила Ботвинника, которую он сыграл на закате своей шахматной карьеры в Пальме де Малерке в 1967 году. Соперником экс-чемпиона мира был известный местный гроссмейстер, испанец Антонио Медина. В этой партии Михаил Ботвинник создал очень интересный пример реализации позиционного преимущества в положении с разноцветными слонами в Миттельшпиле. Итак, Е4 сыграл Медина, в ответ Михаил Ботвинник пошел Д6. Известно, что во второй половине своей шахматной карьеры Михаил Моисеевич нередко отказывался от излюбленной французской защиты, отдавая предпочтение защите пирца Уфимцева. Белые развивают своего белопольного слона, но не на Е2, что принято в этом главном варианте данного дебюта, а на С4. Здесь слон белых расположен вроде бы активнее, но на самом деле он может попасть под удары черных пешек. С6, слон Б3, 2-0. Здесь белым неплохо было бы сыграть Н3, предупреждая известный маневр черных в этой ситуации. Также можно было сделать короткую рокировку. Но Медина играет ФЕ2, видимо здесь уже намечая уход короля на ферзевый фланг. Ботвинник же играет слон Ж4 и после Н3 просто меняется на Ф3. Здесь размен слона на коня выгоден, потому что черные в дальнейшем будут бороться за черные поля в центре. И таким образом они ослабляют контроль белых над этими полями. Е6 играет Ботвинник, слон Ж5, А6, слон Х4, конь БД7. Михаил Моисевич построил достаточно эластичную позицию. Белым не за что зацепиться, несмотря на преимущество двух слонов и перевесов в пространстве. И здесь испанский гроссмейстер переоценивает свое положение. Лучше было ограничиться спокойным 2-0 с примерно равной позицией. Но испанец делает длинную рокировку, вводя короля на ферзевый фланг, где он будет себя чувствовать неуютно. Дело в том, что атака черных на ферзевом фланге развивается явно быстрее, чем атака белых на фланге королевском. Это приводит к захвату инициативы со стороны Ботвинника и получению им солидного перевеса. Ферзь А5 играет 6-й чемпион мира. Здесь белым лучше было сыграть слон Ж3, создавая нападение на пешку Д6. Но испанец без особых претензий играет ферзь Е2, освобождая путь пешки Ф. Но после Б5 Ф4 черные играют Б4. Конь вынужден отойти. Белые надеются вернуть его в игру через поле Д2. Но Ботвинник играет Д5. Если сыграть Е5, то черный конь становится в центр. Поэтому конь Д2 играет испанский шахматист, защищая центральную пешку. Но пешки Ботвинника рвутся вперед. С5 играет Михаил Моисеевич, угрожая ходом С4. Как мы видим, слон белых на Б3 лишь представляет собой удобную мишень. И совершенно не способствует развитию игры белых. Слон бьет Ф6, играет испанский эгросмейстер. После взятия забирает на Ц5. ДЕ, конь Е4, взяли, забрали, съели. Получилась позиция, к которой стремились оба шахматиста. Как известно, положение с разноцветными слонами в миттельшпиле нужно оценивать прежде всего с точки зрения активности этих самых слонов. Неискушенному шахматисту может показаться, что слон белых вовсе неплохая фигура, которая поможет создать атаку на черного короля. Но более глубокое проникновение в позицию показывает, что белый слон не имеет особых перспектив. А слон черных, который стреляет по диагонали А1Н8, это очень мощная фигура, которая является одной из самых сильных в построении ботвинника. Ладья Д7, играют белые. Несмотря на общую благоприятную оценку в пользу черных, мы не должны отбрасывать конкретные угрозы. Дело в том, что если сыграть А5, это очень оптимистичный ход с целью сыграть А4, далее А3, то белые как раз наносят удар на пункте Е6, и если слона забрать, то после ферзь бьет Ж6. Белые побеждают, потому что защитить своего слона черные не в состоянии. Поэтому ботвинник играет ладья Д8. Его первостепенная задача – разменять активную ладью соперника. Если белые забирают на Д8 и играют ладья Е1, просто пассивно обороняясь, то черные постепенно овладевают главными линиями на доске. Прежде всего ставят ферзя на Д6, угрожая ферзь Д2 и ферзь Д1 с матом. Заставляют белых играть ферзь Е3, и далее идет вперед пешка А. А5 Ж3, защищая пешку, слон Д4. Нападаем, и после ферзь Д7 пешка А движется вперед. Нападаем на слона, на А3. Черные поля на ферзевом фланге критическим образом ослабляются. Постепенно атака на белого короля станет решающей. Поэтому Медина сделал прогнозируемый ход ладья Аш Д1. Он борется за вертикаль Д, сохраняет активную ладью на Д7, но ослабляет первую линию. И Ботвинник сразу этим пользуется. Он дает шаг с поля Ж1. Если закрыться ладьей, то слон Б2 шаг. Поэтому король Д2 играет Медина. И здесь Ботвинник не берет пешку. Потому что белые играют король Е2, далее ладья Д1 и кое-как налаживают оборону. Поэтому Михаил Моисеевич продолжает давать шахи своим ферзем. Ферзь Ф2, король Д3, ферзь Ф1 и Медина защищается ферзем, отдавая пешку Ф4. У черных уже выигранное положение. К большому позиционному перевесу добавился и материальный. Хроническая слабость черных полей в лагере белых решает исход партии в пользу Ботвинника. Ферзь Ф3, ферзь Е5, ферзь Б7 и А5. После ферзь С6 черные забирают на Б2. Король Е2 играет Медина, не находя удобной стоянки для своего короля. Шаг, король Ф1 и А5. Ладья С7 играют белые. Они ничего не могут поделать и просто стоят на месте. Активных возможностей у испанца уже давно нет. Ферзь Ф4, король Е2, слон Д4, начиная создавать решающие угрозы. Ладья С8 играет испанский гроссмейстер. Шаг, король Д1 и слон С3 с двумя угрозами мата. Испанец еще разменялся на Ф8, но, видя безнадежность своего положения, просто сдался. Чтобы защитить своего короля от мата, белым придется пойти на колоссальные материальные жертвы. Вот такая очень интересная и поучительная партия, в которой Михаил Ботвинник, как говорится, обыграл своего соперника на классе. Как мы видим, одну из главных ролей в решающей атаке черных сыграл их чернопольный слон. В то время как слон белых вроде и стоял активно, но на самом деле особо не влиял на ход партии. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания.